Здравствуйте! В эфире «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня расскажу о нашем населении в цифрах. Национальный статистический комитет в очередной раз пересчитал количество населения нашей страны. На основании новых данных можно представить примерную картину происходящих демографических процессов. По данным Белстата, на 1 января 2020 года в Беларуси проживало 9 млн 408 400 человек. Каждый пятый белорус – житель Минска. При этом, по данным Белстата, население столицы составляет 2 млн 20 600 человек. В Минской области зарегистрировано 1 млн 472 тысячи жителей. Вторую позицию традиционно занимает наш регион. В Гомельской области проживает сегодня 1 млн 380 тысяч 600 человек. При этом, в областном центре городе Гомеле насчитывается 510 тысяч жителей. В целом, как и в большинстве европейских стран, наше население преимущественно проживает в городах. Число горожан – это 7 млн 303 тысячи 800 человек. Сельское население страны, по оценкам Белстата, составляет 2 млн 104 тысячи 600 человек. Если говорить конкретно о Гомельщине, то в регионе также большинство населения предпочитает жить в городе – почти 1 млн 63 тысячи человек. Гомельщина – это регион с самой высокой численностью городского населения в стране. Но и сельчан у нас немало – порядка 323 тысяч 700 человек. По числу сельских жителей наш регион занимает третью позицию в стране. Районы области отличаются друг от друга по плотности населения. Самым заселенным является Мозырский район. Здесь на одном квадратном километре в среднем проживает более 80 человек. Наименьшая концентрация населения зафиксирована в Петриковском, Лильчицком, Наравлянском, Хойникском и Брагинском районах. Здесь на одном квадратном километре в среднем проживает не более 10 человек. Необходимо отметить, что данные о числе населения в настоящий момент корректируются с учетом итогов последней переписи населения. Недавно на сайте Национального статистического комитета появилась новая цифра – 9 млн 357 тысяч. Это говорит о том, что численность населения в Беларуси постоянно уменьшается. С демографической точки зрения Беларусь определяется как типичная страна со стареющим населением, численность которого сокращается из года в год. В 2018 году Беларусь, единственная из стран СНГ, попала в топ-30 самых старых стран Европы. Средний возраст населения республики составляет сегодня менее 40 лет. Единственная убыль жителей распределяется по территории страны неравномерно. Например, если взять Гомельскую область, то самыми молодыми у нас называют 9 районов. Это Брагинский, Ельский, Житковический, Жлобинский, Лельчицкий, Наравлянский район, Хойникский, Чечерский и Кармянский. Наиболее старым районом считается Петриковский. Главная причина старения – это сокращение рождаемости и вследствие этого естественная убыль населения. В настоящее время коэффициент смертности, это число умерших на тысячу человек, превышает аналогичный коэффициент рождаемости примерно в два раза. Наибольшая численность населения в Гомельском регионе была зафиксирована в 1985 году – 1 683 000 человек. По сравнению с тем пиковым периодом население области уменьшилось почти на 300 000 человек. Наибольшее сокращение числа жителей области наблюдалось в 1986-2006 годах, когда происходило массовое отселение из загрязненных районов наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, а также самостоятельное переселение людей в другие города и районы Беларуси. За этот период нас стало меньше на 215 000 человек. Почти в два раза сократилось сельское население в Наравлянском, Хойникском, Ветковском и Чечерском районах, на треть – в Брагинском районе. Уменьшение числа жителей связано также с эмиграцией населения в страны СНГ и дальнего зарубежья. В последние 10 лет наблюдалась определенная стабилизация численности населения в стране. Был даже зафиксирован небольшой прирост жителей в таких городах, как Мозырь, Светлогорск, Ельск, Житковичи и Будукошелева, а также в городских поселках Лельчицы и Октябрьский. Стоит отметить, что ежегодно население нашей области в этот временной промежуток уменьшалось в среднем не более чем на 2 тысячи человек в год и преимущественно за счет миграции. Резкое сокращение более чем на 20 тысяч человек зафиксировано только в прошлом году. При этом потери численности за счет миграции, то есть выезда за пределы региона, не превысили традиционные 2 тысячи человек. Примечательно, что уже не один год миграция населения имеет отрицательные показатели, то есть количество выехавших за пределы области превышает количество прибывших в наш регион. В настоящее время социально-демографический портрет населения региона выглядит следующим образом. В гендерном отношении преобладают женщины. Их в регионе более 740 тысяч. Это на 100 тысяч больше, чем мужчин. Около 800 тысяч жителей региона находятся в трудоспособном возрасте. За последний год их число сократилось примерно на 2 тысячи. Меньше стало у нас и пенсионеров. 351 тысячи 400 человек. В последние два года их общее число в среднем уменьшается более чем на 4 тысячи в год. Вывод. Современные демографические процессы в Гомельской области характеризуются рядом неблагоприятных тенденций, а именно превышением уровня смертности над уровнем рождаемости и, как следствие, снижением численности населения. Отрицательным сальдо миграции населения за пределы области. Снижением темпов воспроизводства населения вследствие оттока молодого населения и повышением доли старших возрастов. Это были цифры и факты. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok